Добрый день! Вы на канале 10 лучших островов для отдыха. Прилетели мы на Мальдивы 26 декабря. Первым нашим островом был остров Маафуши. Добрались мы на него на спидботе по цене 20 долларов с человека. Маафуши выбирали, потому что там самый большой выбор отелей. А самое главное то, что там очень много разных конторок, которые организовывают туры по резортам и других. И на данный момент и цены самые низкие, и выбор более-менее большой. После Маафуши мы отправились на остров Тодду, где провели по 6 января и встретили Новый год. С Тодду мы через острова Уколос и Розду добрались до острова Фериду. После Фериду посмотрели и побывали на острове Мативели. С Мативери мы через Мали добрались до острова Фулхаду. Конечно, остальные острова мы выбирали в первую очередь, чтобы был хороший пляж. И самое главное то, что у острова был свой домашний риф с живыми кораллами. Ну, конечно, всю информацию черпали с интернета. Видео про эти острова мы уже выложили в Ютюбе. И готовим видео в формате 360 градусов, где можно кликнуть мышкой на экран и поворачивать экран налево-направо, вверх-вниз, куда хотите, на что хотите обратить внимание. Забегая вперед, хочу сказать, что остров Тодду, ну, почти более-менее подходил под описание, которое есть в интернете. И единственный остров, где на пляже действующие душевые кабинки, туалеты, комнаты для переодеваний. При этом не в единичном количестве, а в несколько разных местах. На остальных островах, кроме острова Розду, там ребята взялись за голову, сложились и тоже строили, когда мы там были, душевые кабинки, комнаты для переодевания, туалеты. На остальных островах, откровенно говоря, там шаром покатить. Никто не стремится заботиться о туристах. В лучшем случае стоят какие-то навесики и все. И куда хочешь в туалет, бегай, хоть в кусты, где кому куча комаров. Как ты будешь идти после соленого пляжа по этой длинной дороге, никого ничего не волнует. И хуже всего обстоят дела на острове Фулхаду. Там вообще один единственный навесик, который развалился. И туристам предлагают прятаться от солнышка в кустах, где куча комарья и мусора. Хотя и сам поселок, конечно, зарос мусором. Видео про этот остров я уже выложил. Самое интересное, что под этим видео появились негативные отзывы или любители, в кавычках, этого острова. А может быть, скорее всего, по заказу жителей этого острова. Пишут, что вы обращаете внимание на мусор. Вы на океан смотрите. А это типа мелочи. Они так всю жизнь жили. И поэтому не надо обращать внимание на то, что местные жители превратили остров в помойку. И требовать создания каких-то условий на пляже для туристов. Радуйтесь солнышку и видом океана. Я бы хотел предложить этим умникам. Вы эту политику на резортах попробуйте пропихните. Я посмотрю, через какое время вы останетесь без туристов. Или думаете, что бюджетный турист это не человек и не надо ему создавать условия. И он должен тратить свои кровно заработанные деньги, любуясь океаном в куче мусора. И еще поразила нас одна проблема. То, что практически на всех островах, из 1200 островов всего на трех островах, выращиваются папайя, манго, ананасы, бананы. А на остальных островах при наличии земли, ну вообще, шаром покатить. В магазинах какие-то яблочки, какие-то апельсинчики. Никаких тропических фруктов. А цены, даже где они есть, такие же, как на наших рынках. И еще хотел бы обратить ваше внимание на отсутствие изобилия всяких экзотических морепродуктов, чем славятся, скажем, Таиланд, Малайзия или Филиппины. Откровенно говоря, они и готовить не очень умеют, и не найдете ни креветок, ни устрис. Для чего едет турист? Чтобы погреться на солнышке, покушать экзотические фрукты, полюбоваться океаном, а также побаловать себя не замороженными, а свежевыловленными морепродуктами. На острове Тоду мы бронировали сначала три отеля, но в связи с этим коронавирусом первый отель так и не получил разрешения на открытие. И мы были вынуждены срочно созвониться со вторым отелем, чтобы он изменил нам дату заезда. Спасибо им, молодцы ребята, организовали это все быстро. Мы связались с отелем на острове Маафуши, в котором мы в тот момент находились. Заполнили форму, утвержденную Министерством туризма. Министерство туризма эту форму утвердило. И после этого отель на Маафуши сходил с нами в поликлинику, заполнили другие бумаги. И мы получили разрешение на переезд на острове Тоду. Как вообще происходит процесс перемещения с туристов по островам, видео мы уже выложили в ютюбе. Эту процедуру мы повторяли на других островах при перемещении с острова на остров. Единственное, что на острове Фухаду их с этим коронавирусом так зашугали, что даже с переезда с отеля в отель на одном острове нас заставляли проходить через медкомиссию в этом поликлинике, в их местной. Мы не зря назвали свой канал «10 лучших островов для отдыха». Планируем побывать и посмотреть первую десятку лучших островов для пляжного отдыха согласно рейтингу. И, естественно, поделиться с вами своими мыслями, впечатлениями, чтобы вы могли себе организовать маршрут путешествия и сделать, чтобы это путешествие было незабываемое и увлекательное. До Мальдива мы побывали на Филиппинах. Там есть остров Баракай, пляж которого не уступает мальдивскому. Остров Сибу, где можно покупаться с китовыми акулами в открытом океане. Остров Палаван, где есть природное чудо, называемое подземная река. В Таиланде самый красивый остров называется Симиланы. На втором месте острова Пхипхи. Именно на этих островах снимался финный пляж. В главной роли с Леонардо Ди Капри. Куча магазинчиков, куча ресторанчиков. Всю ночь фаер-шоу с дискотеками до утра. В Малайзии и его прекрасным островом Ланкави, который совместил в себе пляжный воздух с магазинами Дьюти Фри, где смешные цены на алкоголь, шоколад, парфюмерию, спортивные товары. Сингапур. И как можно посетить эту страну на 96 часов без визы. Также прекрасный остров Синтоза с его тематическим парком Юниверсал, где надо остановиться, как по максимуму, если мало времени, посетить все самые интересные аттракционы. Новый год. Мы были в Шри-Ланке. Посмотрели историческую ее часть, такую как Сигирия, Канди, Новорелия, Элла. Останавливаясь на пляже Бентота, Унаватуна, Мериса. Как видите, впереди интересных много видео. Планируем побывать на французской Полинезии, Бали, Сейшелы. В видео стремимся показывать реалии без украс. А это, кстати, как работают у них, их магазины. Это вчера я тут был, Сабантуй. Молодцы. Туалеты чистые, под милалками. Отличный пляж, туристов нет, лежаки есть. Молодцы. Молодцы. Пляж отличный. Кораллы живые, рыба к валам. Молодцы. . Продолжение следует... 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 Продолжение следует...